Ну что ж, это был еще один мир университета Лобачевского, и вы решили, на какой факультет вы хотите поступать? Да, мне давно интересно направление рекламы своей с общественностью, и побывав в МАМИ, я поняла, что хочу развиваться именно в нем. А у тебя? А я передумала, я планировала поступать на экономику, но сейчас я поняла, что на управлении политологии у меня больше шансов организовать себя в данной области. Ну что ж, я вас поздравляю, а вам я хочу сказать, что только вам решать, в каком направлении вы будете реализовывать свои таланты. Культурология, политология, международные отношения или иностранные языки. Поступайте в МАМИ! Почему здесь все рисуют? Это же не художественное училище. А это урок по античному рисунку. Знакомьтесь, Наталья Дмитриевна Кузина, область ее научных интересов, древняя история, археология и археология Баспора. Таких, как она, уважительно называют полевиками. Я знаю только черных копателей, которые скрывают захоронение. А полевики кто это? Полевиками называют исследователей, которые проводят археологические экспедиции. Ежегодно выезжают в поле, где исследуют археологические памятники. А черными копателями называют деятелями, которые разрушают археологические памятники, тем самым унося большую дыру. А что самое уникальное вы нашли во время раскопок в последнее время? Наши студенты ежегодно выезжают на археологическую тактику в Крым, а также в экспедиции в Межгородской области. Десять лет назад мы нашли виноград, который фактически очень редко сохраняется, поскольку экофакты не подвержены быстрому выгрушению. Специалисты определили, что это были переходные формы между диким и культурным соком винограда. Таким образом, мы получили более точную информацию о хозяйственной деятельности населения города и, соответственно, о развитии виноградовства и виноделия в этом регионе. А сейчас мы с вами оказались в Межгородском холмарце. А у вас есть магические книги? Конечно. Например, вот такие фолианты. Правда, все книги кажутся магическими только до того момента, пока вы не знаете язык, на котором они написаны. Арт Лонга Вита Брэвис. Наука, она будет вечна, хотя наша жизнь коротка. И латинский язык, он лежит в основе очень многих языков. Мы встречаемся с ними фактически везде. В русском языке полно слов, которые заимствованы из латыни. Например, каникулы, всеми любимые, вообще восходят к латинскому слову «кани» – «собака». Предыстория такова, что в период римского государства в Сенате были тоже свои каникулы, время, когда отдыхали. Они связаны с созвездием собак. Если изучать древние языки, вы сможете окунуться в тайны прошлого. А если еще изучаете современные и восточные языки, то вы сможете не только узнать много нового, но и стать востребованными в международных корпорациях. Говорят, что китайские и арабские языки уже через 20 лет будут одним из основных языков мира. Сейчас лучше изучать именно их, а не этапейские языки. Можно узнать ваш прогноз? Ну, прогнозировать, наверное, дело неблагодарное. Нужно узнать у специалиста. И мы узнаем у заведующего кафедра восточных языков. Статистика свидетельствует, что спрос на китайский, арабский, турецкий, в меньшей степени армянский и корейский языки растет устойчиво. Каждый год мы создаем все большее количество групп и все большее количество людей приходит к нам. Достаточно констатировать, что за изучение и восприятие европейских языков и иероглифических языков у нас с вами отвечают разные полушарии головного мозга. Кроме наших отечественных преподавателей, здесь всегда преподавали и преподают носители языков. Достаточно сказать, что все студенты со всей России для поступления на работу в МИД, а также в силовые структуры, сдают китайский и арабский и все прочие языки, перечисленные в Министерстве иностранных дел. Наша оценка, она подтверждается Москвою на самом высоком уровне. Лучшие студенты с кафедры восточных языков едут на стажировку в Китай. Вообще, международные стажировки здесь, в институте, очень распространены. Особое место занимают стажировки российских студентов во Франции. Мы уже посмотрели, как изучают латинский язык, восточные языки. Так почему же здесь еще отдельное внимание уделяют и французскому языку? Так это вы узнаем у руководителя французского центра. Мы Франция единственная страна мира, которая удалось сохранить французский язык на всех пяти континентах земного шара. Существует международная организация франкофонии. И наш французский центр активно работает с этой международной организацией франкофонии. Наши студенты принимают активную часть и в конкурсах, которые проводят международные организации франкофонии. Про посольство Франции в Российской Федерации, ассоциации преподавателей французского языка России. И наши студенты всегда занимают лидирующие первые места, как в личном, в индивидуальном первенстве, так и в командном. Я поступила в институт, совершенно не подозревая, что могу изучать французский язык. И буквально за год мои знания значительно улучшились. Благодаря французскому центру я победила в Олимпиаде и смогла дважды съездить на стажировку. Опыт явился для меня действительно важным и, можно сказать, что полностью изменил мою жизнь. И если кто-либо хочет получить такой опыт, то добро пожаловать в наш институт. Наш институт привлекает иностранных студентов и с каждым годом растет их количество. А это значит, что нас оценивают. Оценивают не только жители Нижнего Новгорода, но и жители других стран. Мы тоже этим гордимся. Уникальность в людях, в наших преподавателях и в наших студентах. Посмотрите на ту активность, которую реализует наш студенческий совет. Она широко представлена и известна всему сетевому сообществу. Поэтому, будучи студентом ИМАНИ, вы получаете не только знания, но и опыт красивой, профессиональной и яркой жизни. Я знаю, что при поступлении в Университет Лобачевского очень важно также представить приемной комиссии какие-то свои личные достижения, научные, олимпиадные работы, чтобы при прочих равных условиях выбрали именно меня. Что вы посоветуете приложить к основным документам? У нас в Институте международных отношений есть ряд мероприятий, которые позволят выигрышно выглядеть абитуриентом на фоне остальных при поступлении в Университет. Ежегодно ИМАНИ проводят олимпиады, научно-исследовательские конкурсы, интеллектуальные игры. Помимо того, что это может сдать дополнительные баллы при поступлении, дополнительные баллы к ЕГЭ, во-вторых, это проверка себя, проверка своих знаний. А проверка — это всегда наклон компетенций, это всегда понимание своих преимуществ, поэтому это будет всегда более выигрышно для поступающих на фоне остальных. Сейчас профессия пиар-специалиста максимально востребована. Если раньше все жили по законам Ньютона, все понимали физику, математику, то сейчас важно еще понимать и основы информационной пиар-деятельности. ИМАНИ прекрасно готовит студентов к этому новому миру. И благодаря хорошей подготовке к нам приходят в компанию ребята из МАНИ, ко мне как к преподавателю, как к практике, и показывают блестящие результаты. А что за занятия здесь проходят? Мы проводим занятия по политологии. Политология сейчас является одним из наиболее популярных наук. Она пользуется большой популярностью у наших студентов, дает ответ на многие вопросы, на вопросы развития современного общества. И вот, например, сейчас мы занимаемся тем, что анализируем, например, социальные сети и аккаунты официальных представителей, глав субъектов федерации, анализируем, собственно говоря, их популярность и вырабатываем определенные имиджевые стратегии, которые наиболее востребованы в пространстве интернета. В 2013 году университет Лобачевского организовал Институт международных отношений и мировой истории. Это было знаковое событие, которое говорило о том, что даже Нижний Новгород может сейчас выпускать дипломатов. Если вы действительно любите историю, политику и хотите плавать в политике, как рыбу в воде, то вам самая дорога в Институт международных отношений и мировой истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова